МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ереване на пересечении улиц Московяна и Теряна есть памятник жертв Холокоста и геноцида. Один раз в год еврейская община Армении собирается здесь, чтобы отдать дан уважение памяти невинным жертвам Холокоста. Сегодня, когда отмечается во всем мире День памяти жертв Холокоста, мы с вами собрались для того, чтобы почтить память и наш долг, безусловно, и чтить память, и все делать для того, чтобы помнили, чтобы никогда этого не повторилось. В еврейских общинах всех стран сегодня зажигаются траурные свечи, но сам дух, вот дух того, чтобы не смириться, не сломаться, а именно подняться, является, наверное, самым основным, что мы должны черпать с этого дня. То есть всегда мы должны знать, что даже за дождем, за туманом, за тьмой всегда будет свет. И это должно быть определяющим, которое каждый народ, каждый народ, который пережил трагедию, должен подняться и созидать. Почему для меня сегодня было важно выступить? Я не только еврей, но я еще и армянин. Поэтому боль геноцида армян и боль Холокоста, она всегда во мне жила и живет до сих пор. И я уже много лет пытаюсь как-то, ну не то чтобы повлиять на это, но делать все, что в моих силах, чтобы, как говорила, как уже сказала Римма Петровна, этого больше никогда не повторилось. Выжившие после Холокоста, или, как евреи говорят, от Шои, были разбросаны по всему миру. И Армения не была исключением. Народ, который видел резню и геноцид, не мог не посочувствовать еврейскому народу. Евреи – народ семитского происхождения, корни которого уходят в Древний Израиль и Евдею, живут во многих странах, особенно в Израиле, провозглашенном независимым государством в 1948 году. Существование евреев в Армении армянские летописцы подтверждают по крайней мере с первого тысячелетия до Рождества Христова. Евреев в Армении были размитыми, пока не было обнаружено еврейское кладбище у села Еггиз в Айтзорской области. Еврейские и арамейские надгробия, обнаруженные в последнее время, относятся к XIII веку. Он считается самым старым из всех еврейских гробниц, обнаруженных в мире. Евреи кладут на надгробия маленькие камни, вместо цветов, в качестве свидетельства того, что они посетили могилы умерших. Национальная религия еврейского народа – иудаизм. Это древняя мастическая религия. Молитвенный дом евреев – синагога. Духовный класс – раввины. Возможно, мало кто знает, что в Армении есть еврейская синагога, которая после десятилетнего перерыва вновь открылась в 2011 году. Мордехай Навы – единственная синагога религиозного центра евреев в Армении, возглавляет главный раввин, проживающий в Армении, Гершон Мейр Буштейн. Шалом, Раби. Именно так иудейские верующие обращаются к священнослужителю. Слово означает «учитель». То есть еврейский народ называет священнослужителя «учителя». Словом «шалом» мы приветствуем друг друга и тем самым желаем мира. Аравин и Ивлития переводится как «великий». Аравин избирается общиной, согласно его знаниям. Понимание учителя играет очень важную роль. Господь, Отец и Учитель – все трое обладают силой. Господь сотворил мир. Благодаря отцу, который пришел в этот мир, этот дух, и его ребенок, и учитель, который рождает свой путь в духовный мир, который он должен пройти до конца, который не заканчивается квадратом. Иудаизм говорит, что здесь остается только тело и одежда. Дух поднимается наверх. Мир духов. Где он будет ждать, пока придет Спаситель. Чтобы пришел новый мир, который будет добрее, мирнее, и где не будет дискриминации, различий между нациями и так далее. Каковы общие черты иудаизма и христианства? В нашем понимании роль Иисуса в этом мире заключалась в том, что Он должен был первым отрезать народы от идола поклонства, принести мудрость о Господе, а затем привести всех в качестве учителя к вере в Господа. Жаль, мы говорим, что христианство верует в Святую Троицу, но мы тут чувствуем разницу, потому что мы говорим, что Господь бесконечен, Он вне времени, Он не может иметь третьего, четвертого, Господь един. Поэтому своей молитвой я сегодня сказал, слушай, Израиль, Господь един, и Он единственный. Рави, у всех народов национальность определяется по отцовской линии, но у евреев по материнской линии. Существуют разные версии по этому поводу. Хотела бы услышать ваши комментарии. Человек рождается от женщины, в этом нет никаких сомнений. Поэтому один из наших пророков сказал, кто покажет отца своему сыну, и показала мать, и сказала, это твой сын. То есть мать уверяет, что это твой ребенок. Это, во-первых, это практическая часть. А если говорить более глубоко, то души евреев другие. И они приходят из самой верхней части, которая называется началом Бога. Только еврейская мать может их принять. Рави, прокомментируйте, пожалуйста, значение шестиугольной звезды. Звезда шестиуглами у нас называется Звезда Давида. По-армянски Звезда Давида, по-еврейски Магинь Давида, то есть Защитник Давида. Она была у всех солдат во время царствования Давида в их армии. Я могу дать несколько ответов. Один из них представляет два принципа – мужской и женский. Это женское начало, это мужское начало. Он изображает шесть эзотерических миров, которые соединяют три верхних мира, называемых Короной и Господом. Это три мира, в которых неразрывный и бесконечный свет. Играет музыка. Вообще, в каждой синагоге есть и должно быть не менее двух свитков. В праздничные дни читают по одной части свитков с одной стороны и на другую. И все молитвы о мире, здоровье, все делается на этих свитках. Они обладают большой силой. Я объясню, эта одежда называется тали. Мы это носим по утрам в течение всего года, каждый день, в праздничные дни, по субботам, а это называется эфелин. В наших ежедневных молитвах говорится, и будут мои слова в твоем сердце, и всегда будут перед твоими глазами, чтобы ты никогда не забывал. Это находится около сердца, в нем свитки, маленькие, где все это написано, и второй должен быть посередине глаз. И во время молитвы мы связываем это, чтобы дух нас не загонял туда-сюда, налево и направо. Руководитель общественной организации «Еврейская религиозная община» Рима Варжапетян приехала в Армению в 1970 году из Украины. Как и многие женщины общины, вышла замуж за армянина и осталась в Армении. Госпожа Рима, я знаю, что вы глава еврейской общины в Армении. Интересно, какую деятельность осуществляют организации, представляющие еврейскую общину в Армении в направлении сохранения еврейской культуры и языка? Во-первых, спасибо вам за внимание. Это очень важная тема. Мы считаем, что граждане Армении должны знать, безусловно, кто проживает рядом с ними. И мы всегда с удовольствием говорим о том, что мы спокойно живем, нас никто не преследует. И мы имеем возможность, и даже государство нам в этом помогает, в изучении языка, в сохранении нашей культуры. Мы проводим различные мероприятия, участвуем в фестивалях нацменьшинств, мы показываем нашу культуру. У нас есть школа для взрослых, которые изучают язык. Мы изучаем иврит, мы издаем газету, которая освещает, Магин Давид, которая освещает жизнь как евреев в Армении, так и за рубежом. На уроке мы изучаем иврит. Иврит – очень интересный язык, это древний язык, на котором порядка двух тысяч лет никто не разговаривал. На нем только молились, на нем писали книги, писали интересные философские труды, писали стихи, но никто не разговаривал. И только в XIX веке, когда вообще возникла идея создания еврейского государства, евреи начали думать, а на каком же языке говорить в этой стране, когда она будет. Тогда евреи в разных странах, жили в разных странах и говорили на самых разных языках. И вот было решено, что надо возродить разговорный язык. Вначале это было очень сложно, потому что за эти две тысячи лет появилось очень много понятий, и нужно было много новых слов. И вот силами энтузиастов, таких было в начале всего порядка двадцати человек, этот язык фактически с конца вот XIX века возродился и стал как самый обычный разговорный язык. Это группа россиян, это сотая часть, если не тысячная часть тех, кто желает улететь через Армению в Израиль. Все это проходит через нас, и естественно мы это все, имея соответствующие знания, имея соответствующие полномочия, мы общаемся с ними. Сейчас на сегодняшний день, вот с февраля месяца до сегодняшнего дня, уже около 600 человек готовы к приему консульскому. Там они, соответственно, получают все льготы, которые им полагаются, все возможности, которые там есть. И это называется процесс алии, репатриации. Мы приехали в Армению более полутора лет назад, в конце 21-го года. Ну, у меня еврейские корни, естественно, мы пошли искать своих, пришли в общину. Вот, и то есть это было до всех событий, когда еще не было так много людей. И, конечно, ну, когда столько приехало новых репатриантов, ребят, ну, было интересно, мы познакомились с многими очень интересными людьми. Вот, ну, сами мы здесь работаем, у меня хорошая работа, мы прекрасно живем в Ереване. Армения прекрасная страна, Армения и армяне замечательные люди, нас прекрасно приняли. Вот, поэтому мы с удовольствием приходим в еврейскую общину, занимаемся евритом. Большое спасибо Георгии Марковичу. А мы пытались учить самостоятельно еврит, но, конечно же, без преподавателя, без нашего Амуре, Георгия Марковича, любимого. Это очень тяжело, да, то есть у нас один час в неделю, но все равно это большая мотивация. Мы каждый день готовимся, переживаем, что плохо подготовились. Георгий Маркович будет опять нас поправлять. Ну, вот, конечно же, это очень мотивирует. Мы очень благодарны, на самом деле, и общине, в которую мы обратились, нам всегда очень помогают. Нам очень нравятся уроки, которые мы проходим. Не только потому, что всегда интересно что-то новое узнавать. Мы здесь и учим язык, и узнаем историю еврейского народа, как все происходило. Это все очень интересно. Мы стараемся учить армянский, он немножко сложный, но на самом деле есть моменты такие похожие на еврит. Чуть-чуть некоторые слова похожи, потому что в еврите у нас шук — это рынок, а на армянском — шука. Вот, поэтому, наверное, шабат, да, кстати. Может быть, даже еврит нам помогает немножко в изучении армянского. Я же тебе говорила. Чего, во вторник? У меня во вторник урок армянского будет. Как раз будут проверять у меня слова. Мы сейчас учим животных. Ты знал, что медведь будет арч, а панда будет арч-кату? Арч-кату. Арч-кату. Арч-кату — это код, это код, это код, да. Код мы знаем, да. Ну, это будет арч-кату. Это медведь-код. Медведь-код. Я не знаю, почему. Но хотя говорят, что панда тоже говорят, но настоящее слово армянское — это арч-кату. Я уже выучила некоторые слова на армянском. Сейчас мы проходим животных, например, это арч, агвес, возни, крия, кокордилос. Это крокодил. Это крокодил, да, я это угадал. Самое приятное, конечно, и когда мы из России ехали, ехали совершенно в неизвестность. То есть мы не знали, как, что, конечно, что-то смотрели, интересовались, но представить было невозможно, что, ну, как здесь все будет. Но впечатления только положительные. И самое главное, очень добрые люди, да, то есть это создает всю атмосферу такую, как бы, доброжелательную в целом. Да, все очень помогают. И мы, когда приехали, мы думали, что мы выучим язык, потому что все разговаривают на армянском, но из уважения к нам все говорят на русском. На русском, поэтому мы не учим армянский. Вот такая вот дилемма, да. Но с другой стороны, мы себя и не чувствуем за границей, абсолютно. То есть где-то такое ощущение, что где-то мы где-то за границей. Меня зовут Анна. Очень рада познакомиться. Знаю, что вы только приехали жить в Армению. Как случилось, что переехали? Как вы знаете, какое-то время назад Россия начала специальную войну операцию на территории Украины. И для нас это было большим потрясением. И когда в сентябре прошлого года в России объявили мобилизацию, мы решили покинуть Россию. И так мы и уехали, собственно. Мы сначала оказались в Армении, потом жили в Таиланде и сейчас снова опять в Армении. Я знаю, что у вас есть как еврейские, так и армянские корни. Но вы много лет жили в России. Интересно, считаете ли вы себя больше армянином или евреем? Себя больше, конечно, чувствую и веду как еврей. Потому что последние 10 лет я работал и жил в России в еврейской организации. Поэтому для меня это уже стало моим прям образом жизни. И, собственно, для моей жены тоже. Но для себя я всегда знаю, что учитывая, что у меня есть армянские корни, и мое детство прошло чисто по-армянски, то я никогда не забываю о своих корнях армянских. Мне все это очень важно. Мне жалко, конечно, что я не успел пока что выучить армянский язык. Но для меня жить сейчас в Армении, есть армянскую кухню, и вообще общаться с армянами для меня это что-то очень по-домашнему. Я присоединюсь к тому, что сказал Марк, потому что нам, к сожалению, наверное, есть с чем сравнивать. Мы 5 месяцев прожили в Таиланде, потому что побоялись, что здесь будет достаточно тяжелая какая-то, не знаю, холодная зима. Но лично я очень пожалела об этом решении, потому что Таиланд это такое, наверное, в отпуск съездить не более. И даже, не знаю, шутя или не шутя, Марку говорила, что вернемся из Таиланда, начну в армянскую землю, целовать чуть ли не с аэропорта. Ну, все это здорово, море, но здесь, конечно, гораздо комфортнее с точки зрения того, какие люди тебя окружают, что, Господь, благослови, Господь, армян, вы говорите с нами по-русски, да, что очень важно. И там буквы для меня еще пока непонятные, но вот какая-то теплота, которая здесь присутствует, какая-то еда очень вкусная, да, которая здесь присутствует, то и вообще сама атмосфера, это, конечно, очень здорово, и это очень подкупает и привлекает. Одним из видов сохранения культуры является национальная кухня. Еврейский народ имеет очень оригинальную и интересную кухню. Сегодня мы будем готовить вкусный еврейский хлеб. Да, сегодня мы будем готовить еврейский хлеб, он называется хала. Готовится он несложно, тут, как вы можете видеть, очень простые ингредиенты, яйца, мука, сахар, дрожжи. Ну, сейчас поподробнее обо всем расскажу, как это делается. И готовим мы его традиционно к шабату, как раз вот шабат наступает в пятницу вечером, поэтому мы и решили приготовить именно халы. Принято готовить к шабатнему столу именно две халы. Да, мы готовим отдельно, скажем так, жидкую часть от нежидкой. В жидкую часть у нас будет входить теплая вода. Вот мы наливаем теплую водичку. Так, немножко много налила. Столько теплой водички нам будет достаточно. Мы используем дрожжи. Тут я заготовила полторы чайной ложки. Мы используем сахар. Можете сами сахара насыпать. Одну ложечку. Еще одну. Еще одну. А я тем временем займусь яйцами. Нам потребуется два желтка и одно целое яйцо. Дальше, что нам нужно? Нам потребуется вот такая емкость, в которую мы будем сыпать муку и добавлять нашу жидкую составляющую. Давайте я высыплю муку. А вы можете влить жидкую составляющую. Наливайте. Только сразу не все. Еще, еще давайте. Достаточно помешали. Сейчас мы еще немного добавим растительное масло. У нас-то подсолнечное, а не растительное масло. Вот. У нас получилось вот такое, да. Можете показать количество теста. Его, ну, в принципе, должно быть чуточку больше, но, повторюсь, даже этого количества хватит, чтобы сделать две халы. Оно поднимется, и для того, чтобы оно поднялось, мы его сейчас поставим в теплое место. В нашем случае это духовка, не зажженная. Мы поставим его в духовку на полтора часа, на полтора, на два часа. Я предлагаю добавить чернослив, поскольку у нас есть его, нужно использовать. Это не традиционный, там, какой-то еврейский для хлеба компонент. Мы просто это сделаем, чтобы было вкусно. Халу можно делать из трех косичек, из пяти, из четырех. Субтитры подогнал «Симон» Я уже хочу попробовать наш испеченный хлеб, потому что в комнате распространился такой хороший аромат, я уже не в терпении. Давайте попробуем. При приготовлении хлеба мы с Надеждой говорили о празднике Шаббат. Хотелось бы узнать подробности. Шаббат – это, наверное, самый знаменитый еврейский праздник. Почему? Потому что, когда мы с вами вообще говорим о каких-то праздниках, ну, обычно, что мы подразумеваем? День рождения раз в год, Новый год раз в год, там, и так далее. А еврейский Шаббат, собственно, Шаббат, он каждую неделю. Что бы ты ни делал, ты точно знаешь, что у тебя на неделе есть как минимум один праздник. Их может быть больше, если там добивать какими-то другими. Но это круто, потому что каждую неделю мы, там, шесть дней в неделю должны работать усердно или учиться. Но мы точно знаем, что один день в неделю мы можем сделать остановку. Собственно, Шаббат и переводится как остановка. Мы должны, как уже моя жена говорила, уйти от всех дел, которые нас заботили в течение всей этой недели. И поэтому это очень-очень, наверное, самый семейный праздник. Большое спасибо за эту приятную беседу, за то, что вы приняли меня в своей семье, и за это замечательное еврейское гостеприимство. Среди евреев, живущих в Армении, много высококвалифицированных праздников. Врачей, музыкантов, педагогов, инженеров и других специалистов. В Армении евреи живут так. А творческая группа программы «Эдногуйнер» продолжает изучение других национальных меньшинств в Армении. Далее мы выявим других друзей, живущих рядом с нами. Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова